Мои дорогие, привет! Привет-привет! Добрый вечер! Наконец-то руки дошли, чтобы посмотреть, оценить, познакомиться с новой компанией, которая производит текстильную продукцию, находится в городе Иваново, компания Дом Трик. Смотрим, сейчас будем вместе смотреть. Для меня это тоже первое впечатление будет, знакомство, так скажем. Смотрим, я прям уверена, что вещи есть достойные. Ссылку на сайт оставлю, конечно же, в описании. А сейчас приступаем к распаковке и, возможно, даже к примерке. Знаете, ко всему новому я отношусь настороженно, но всегда даю шанс. Всегда. Я понимаю в текстиле, вот меня здесь не обмануть, поэтому вам буду говорить правду. Смотрим. Первое. Это у нас... С померим. Так, это костюм. Это костюм. О, слушайте, какой подпишен прекрасный. Слушайте, вот тут. Сто процентный хлопок. И вот такие вот брюки. Вот такие вот брюки. Так. Внизу обыкновенная бурчина. Слушайте, это определенно уже нравится. Смотрим дальше. Все за юрендом в таких красивых пакетах. Смотрим дальше. Так. Брюки. Ткань похожая на рогожку. На самом деле... Слушайте, я не знаю, как такая называется. Может быть, на ерунке написано так. Изготовлено на швейном предприятии И.П. Пахтино. Город Иваново. Так. 72% хлопок, 20% полиэстер, 8% лайкра. Вот. Состав данного изделия. Так. Будем смотреть. Будем мерить. Обязательно Смотрим дальше. Смотрим. Так. Это что? А! Это халат. Это халат. Это халат такой вот. Так. Цвет какой благородный. Оливковый. Правильно я назвала цвет? Олива? С капюшоном. Так. Смотрим дальше. Все в пакете. В пакете как поясок от халата. Так. Вот это вот полотенце. Это полотенце. Не знаю, как будет в носке, как это будет выжимать. Полотенце двустороннее, махровое. Если честно, я вот не люблю такие вещи петлявые. Но я обязательно скажу, как это по качеству. Обязательно. А вообще полотенце чисто визуально, конечно же, классное. Чисто визуально вообще претензий нет. Но как вопрос, как будет впитывать? Я с осторожностью отношусь вообще к изделиям, к новым, которые... Хотя отзывы на сайте потрясающие. Отзывы хорошие. Кстати, о людях не обманешь. Люди не обманешь, потому что если люди берут, если эта фирма существует несколько лет на... Это на... Так, это платье. Немножко помялось. Платье. Будем сейчас мерить. Люди не обманешь. Смотрим. Раскрываем дальше. Ну, короче, это нужно... Это нужно все мерить. Это нужно все смотреть. Вот такие вот утепленные брюки. Брючина сзади... Ой, внизу вот так вот. Вот так делано. Смотрим дальше. Как приятно. Как приятно. Очень приятно. Смотрим. Так, это... Это пижамка, да? Я поняла, что это такой летний костюм. С монстерами. Так. Вся продукция, видите, ярлыки. Это очень приятно. Это говорит вам о том, что фирма веников не вяжет. Так, это... Это как называется? Пижама или... Костюм, кулирка с кюлотами. Мечта. Папоротник. Это, оказывается, папоротник, а не монстеры. Это папоротник. Ну, ладно. Папоротник, папоротник. Согласна на папоротник. Смотрим дальше. Открываем. Смотрим. Так. Это тоже что-то... Это брюки. И это костюм женский. Футер. Начес. Элегия. Цвет капучино. Такая вот кофта. В спокойных тонах, так в благородных тонах. Мне это подходит. Надоело уже ляпистая, притчащая вот это вот все. Но иногда хочется цвета, конечно. Смотрим дальше. Смотрим, смотрим. Юбка-шорты. Это юбка-шорты. Я правильно чихнула. Подтверждение. Так. Юбка-шорты. Красивая такая. Так. И... А вверх-то где у нее? Все? На этот. Подожди. Юбка-шорты. Я же не могла ее просто так заказать. Она с чем? Подожди. Я еще, наверное, не все распаковала. Она же с чем-то у меня идет. Я же наверняка заказала еще какую-то футболку. О! Слушайте, какой материал. Капучино цвет. Катрин называется. Состав 80% хлопок. 15% полиэстер. 5% лайкра. Это выпуска сентябрь 2020 год. Такой вот костюм. Слушайте, что это такое? Цвет капучино. Мне такой цвет очень нравится. И я бы, может быть, даже сказала, а нет, сухая роза, он по-другому. Причина вот прям вот такая вот причина. Все, Юлечка, убрали. Так, смотрим. Так, а здесь у нас уже идет текстиль для дома. Это мы посмотрим чуть позже. Так, давайте, мои дорогие, приступаем к примерке. Что первое, померяем. Возможно, халат. Так, сейчас я определюсь. Сейчас, мои дорогие, ждите. Надела халат. Цвет оливка. Если честно, не могла разобраться со внутренними поясками, которые подвязывают. Для меня прям она в тупик была. Если одну сторону подвязывая, что вторая тянет снизу. Короче, сейчас решила не подвязывать. Халат вот такой вот. Капюшон есть. Ну, неплохой халат. Неплохой. Но знаете что? Маломерит. Размер маломерит. То есть, вот это на мне 54 размер. У меня от Василька все халаты 52 размера. То есть, у меня есть чем сравнивать. Я читала в отзывах на сайте. Все пишут, что хорошее качество. Носится хорошо, но размер маломерит. Ну, в принципе, красиво, да? А мне под лицом все к лицу, понимаете? Халат неплохой. Ну, будем носить. Должно быть много всего. Как у Султана Сулеймала. Я опять сегодня полдня смотрела этот сериал. Так, мои дорогие, все. Меряем дальше. Смотрим, оцениваем. Пишите комментарии. Так, мои дорогие. Смотрим костюм. Сам костюм по себе неплох. Цвет мне очень понравился. Сел неплохо. Но, знаете, что хочу сказать? Пока надевала, уже порвала. Видите, вот эта вот строчка? Полоска. Я ее дернула рукой, и она разъехалась. Я не могу понять причину. Не могу понять, почему. Я просто взяла брючину и ее... Ну, как? Обыкновенным образом надевала. Видите, она лопнула, эта стрелка. Я расстроена. Но, вообще, сам по себе материал приятный. Ну, как так? Ну, как так? Я вот не могу понять. Сейчас секундочку сниму, покажу. Смотрите, мои хорошие. Сам покажу. Вот. Строчка, которая подчеркивает брючину. Представляете, она лопнула. Просто на колени. Я просто надевала. У меня такой первый раз, что я порчу вещь, когда я еще ее не носила, я ее надела, и она уже... И она уже испортилась. Слушайте, странно прям, да? То есть, смотрите, все. Брюки испорчены. Я же не смогу вот так вот их носить. Странно. Вообще, цвет классный. Немного расстроена. Смотрим дальше. Вдруг что-то будет более достойное. Смотрим. Все. Шорты с монстерами. Плюс... А, не монстеры. Как же это по-другому называется? Плюс футболка. Видите, какая длина? Вот такая вот. Ну, неплохой такой летний костюм. Для летних вечеров. Неплохой. Смотрим, смотрим. Такой. Материал приятный. Очень даже неплохой. Так, смотрим дальше. Будем примерять дальше. Надела платье. И знаете, что? Опять не угадали с размером. Ну, это не 54 размер. Ну, хоть как. Это не 54 размер. Что-то с размерами напутанно. Вот здесь тянет. Вот это вот. Вот эта вот херня тянет. Кто-то у них работает. Кто это все шьет? Я тебе согласна. Качество качество рози. Карманы. Да они не здесь должны быть. Они должны быть вот здесь. И вот эта штука не должна передавливать. Ну, слушайте. Если честно, то мне не нравится. Мне не нравится. Так, меряем дальше. Ну, я вам, возможно, кому-то понравилось. Я вам ссылку на сайт, конечно же, оставлю. Смотрим дальше. Меряем дальше. Блядь, ну вот этим угодили. Вот этим угодили. Тут еще такой, знаешь, такой фасон классный. Вот такие вот шорты вот такой вот длины. С черной майкой. Вот этот костюм огонь. Вот этот классный. Вот этот классный. Сейчас вот покажу длину. Вот. Вот это круто. Это не очень понравилось. Здесь просто обалденно. И шорты хорошо сели. Ну, такие, как типа юбка-шорты. И майка классная. Вот этим довольна. Когда вещь нравится, хочется и танцевать, и кружиться, и петь. Ну, это классно. Этот мне костюм очень понравился. Так, следующее что, Меряем? Вот этот костюм, Меряем. Ждите. О, настроение аж улучшилось. Я думаю, ну, неужели ничего мне не подойдет? Вот так вот, прям вот так вот, вау. Ну, вот костюм подошел. Красиво. Так, Меряем это. Дальше смотрим. Надела костюм, и я опять мимо с размером. Но так при любом раскладе, не пятьдесят четвертый, при любом раскладе, впивается резинка, впивается. Брюки, цвет не нравится, все, фасон не нравится. Брюки сзади короткие. Короткие. То есть, если ты села, у тебя своя копилка, она вывалится. Вы понимаете? Жопа на голе будет. Брюки сзади ниже, чем спереди. Ну, слушайте, нет. Да что такое? На кого они, блядь, чуют? Что это за удавка? Вот это вот, что за удавка? Они прикалываются, что ли? Нахуя вот здесь вот, чтобы тут что, руку пересекло, как сардельку? Зачем вот это вот делать? Я ничего не понимаю. Что-то, знаете, прям в провальниках и все. Ну, как, да, можно, как можно брюки сшить вниз, ниже, чем, ниже, чем перец? Слушайте, я давно такого не было. Блядь. Смотрим дальше, ждем, меряем дальше. Говорю, все как и все как на духу. Еле, блядь, застегнула. Еле нашла вообще, как застегивается замок. Еле разобралась. Надела еще один костюм с капюшоном. Капюшон классный. Кофта мала. 54 размер, она мне мала. Такого быть не может. Но, в принципе, здесь ситуация с брюками гораздо лучше, чем в том. Брюки нормально сели. То, что размер надо было, не 54, а 56. Ну, я-то же заказываю. Компания новая, думаю, ну, буду заказывать плюс два. Например, от своего обычного. Надо, думаю, посмотреть. Ну, размерный ряд напутан конкретно. Знаете, что хочу сказать, что карманы не там, где должны быть. Карманы на боковых швах. Карманы у костюма должны быть вот здесь. Чтобы было комфортно. Такое ощущение, что я урод, блядь, да? Что анатомические карманы. У меня руки не тут, блядь. У меня руки вот так вот, чтобы моим рукам было комфортно. Они должны вот тут лежать. Не вот тут, блядь, карманы должны быть. Ну, как, блядь, карманы нахуй вот здесь? Что, вообще ёгнутые, что ли? Вот где кармашки должны быть. В принципе, костюм неплохой. Ткань неплохая. Карманы не угадали. Брюки сели лучше, чем прошлые. Ну, в прошлых, потому что вообще засада. Длина нормальная. Размер не угадали. Ну, вот на брюках же нормально сделали карманы. Но мелкие. Зачем их делать? Телефон, если положишь, вот большой телефон. Ну, как делать, подожди. Он не войдет. Телефон не войдет. Нахуя такие карманы делать? Под что? Под носовой платок сядешь, и телефон выскользнет. Ну, короче, карман хуйня. С карманами хуйня. Вот карманы здесь хуйня, карманы здесь хуйня. Кофта неплохая. Кофта неплохая, капюшон хорошо сделан. Ну, сами понимаете, да, что? Блядь. Что-то у меня еще есть. Даже продолжать, блядь, не хочу. А, вот брюки еще. Вот такие брюки. Что ж, может, нормально? Вот такие брюки. Ну, блядь, не дай бог, вот эти вот не подойдут. Я в них в лес планировала ходить. Так, еще полотенце. Полотенце тоже подозрительное. Так, смотрим. Эти брюки меряю. Ждите. Так, смотрим не майку, смотрим брюки. А, чтобы брюки смотреть, нужно... Так, сидел. О, брюки. Длина нормальная. Сели нормальная. На удивление, жопа нормально сшита. Ну, будем считать, что брюки нормальные. Какие брюки можно брать? Да. Брыки норм. Ну, обкинула, конечно, ляхи. Ну, блядь, такие ляхи, потому что... Брыки норм. Вот, карман уже нормальный. Потому что, наверное, разные люди шьют. Просто. Ну, просто невозможно. Карманы вот так вот у нас на этих на швах. Чего к чему, вообще не понимаю. Учтешь, знаешь, как бабы на чайнике, да, такая. Ручки буковка F. Так, смотрим дальше другие брюки меряю. Так, надела вот эти вот теплые брюки. Выглядят как гамаши. Электролизуется на них все. Пока я их надевала, они у меня упали на ковер. Прилипло к ним все. Вообще, все напрочь прилипло. С задней этой фигней точно такая же. Она короткая. Вот эта вот штука, она короткая. Почему спереди вот так вот? Учитывая то, что у меня еще и впереди, ну, как живот, например, да. И жопа не такая уж у меня. Вот у меня жопа вот не такая. Мягкая, как сказать. Ну, короче, хуйня. Но материал теплый. Не знаю, как они, как-то, может, еще и потливый будет. Карманы, на удивление, хорошо пришиты. В принципе. Вот если бы брюки вообще были бы не косячные, если бы вот эта вот фигня была, была выше хотя бы на сантиметр. Ну, нет, на два. На два сантиметра она должна быть. Блин, а. Смотрим дальше. Ничего не знаешь, как освещение выставить. Откроем. Что еще у нас тут есть? Ну, вот пока вот это вот все. Все мимо абсолютно, кроме брюк, которые я надела. Кроме вот этого костюма, вот с этой футболкой, платье мимо. Ну, вот это вообще пиздец, это то, что лопнуло на мне сразу же. Халат мимо. Вот эти вот брюки ничего. Да. Остальное, блять. Ну, хз. Я, мои дорогие, говорю так, как есть. Полотенце тоже под вопросом, но полотенце, посмотрю, дам ему шанс. Нужно им. То есть, смотри, если вот брюк, вот, 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 вот я села, жопа на гале. Вот жопа на гале, понимаете? Если, блять, это ужас просто. Ужасно. Ужасно. Хуйня не берите. Так, это что? Покрывало. Вроде такие спокойные расцветки, да? Ну, по составу. Стопроцентный хлопок. Наполнитель. Полиэфирное волокно. 150 на 200. Производитель Китай. Если производитель Китай, какого хера вы выставляете на своем сайте? У вас же дом-трик. Ну, вот, видите? Жопа вывалилась. Ну, это, короче, это капец. Это не потому, что они не по размеру. Покрывало неплохое. Покрывало неплохое. Да. Неплохое. Покрывало неплохое, потому что это не дом-трик. Потому что это Китай сделал. Смотрим дальше. Комплект постельного белья. Так, ну давайте, угодите. Я помню, у нее компания какая-то прислала вещь на обзор. Как же она называлась? Ифтек 37. И положили мне полтора, полтора, блядь, полутораспальный комплект. Ну, я такого не могла заказать. Как вы высылаете, блядь, вещи на обзор? Какую-то хуйню сразу же уже. Нет, ну вы хотите какого-то честного отзыва или что? Вообще, в принципе, расцветка мне нравится. Двустороннее покрывало. Цвет такой. Здесь клетка. Так. И простыня. А, все такое, да? Да, тоже наволочки. Наволочка вот такая вот. Наволочка. Наволочки зеленые. Простыня вот такая. Ну-ка. Ну, потому что Китай. Потому что это не дом-клип, потому что это Китай. А, вот поэтому ей понравилось. Я не знаю, как будет после стирки. Ну, так вот чисто визуально. Я в тканях, как-то в волоку. Ну, чисто вот визуально меня устраивает. Не знаю, как в носке. Я как бабка. У меня все так это... Надену штаны на жопу, чтобы она не вываливалась. Ну, это пиздец просто. Просто пиздец. Если я была бы без трусов, у меня бы жопа была бы вся на гале. Ну, постельное белье неплохое. Потому что это Китай. И наволочки. А вот наволочки. Ну, примерно под тип того же. Наволочка в клетку. И простыня. Как вот одеяльник двусторонний. Так, ну-ка, сейчас смотрим, сколько это все стоит. Так. Брюки женский футер. Трех нитков с начесом драйв. 680 рублей. Брюки футер Женева. 500 рублей. Костюм футер с женской лайкарой. Катрин. 810. Костюм-кулирка с кюлютами мечта. Белый. О, блядь. Костюм-кулирка с кюлютами мечта. Вот этот. Это что, с кюлютами, блядь? Ну, конечно. Слушайте. Что там с кюлютами? Если вот этот костюм, то вот эти белые брюки. Вот эта вот майка стоит. 580 рублей. Это надо брать однозначно. Так. Костюм-футер с двух нитков с начесом линда. Сирень. Хуйня. 990. Это где карманы неправильно, блядь, пришиты? Вот так вот, да? Курот. Костюм-элегия капучино. Размер 54. 630 рублей. Платье-кулюрка велица. Платье мне было одно. 390 рублей. На Васильке платье можно купить за 600. Оно будет нормально на тебе сидеть. Но тут, блядь, все передавило. Ой. Фу, блядь. Покрывало хлопковое. Рококо серый. Это вот покрывало стоит. Рококо. 1950. Где оно? Рококо. Уже, блядь, ни Рококо, ни хуя уже нет. 1950. Покрывало норм. Полотенце махровое. Стелла звезды. 600 рублей. 600 рублей. Вот это большое полотенце, в котором я хожу, на Васильке стоит, блядь, 600 рублей. Так оно на 180. Высота 100 и 180, оно огромное. С этим не сравнить. Ну, блядь. Постельное белье премиум сатин. Клетка. 2500. Ну, я и говорю. Белье норм. Не знаю, как в носке, не знаю, как в стирке. Постельное белье твик. Сатин. Зигзаг. Клетка. Это зигзаг или что? А, вот клетка, вот зигзаг. Это и это. Зигзаг стоит 1700. 1780. Клетка стоит 2500. Вот это вот белье стоит 2500. То есть, смотрите, оно грязное. Постельное белье грязное. Но это явно, это явно не дома у меня запачкалось. Где его таскали? Постельное белье грязное. Такой, блядь, первый раз вижу. Халат велюровый пенелопа. Олива. 830 рублей. Хуйня. Ну, короче. Не знаю. Что-то можно обратить внимание, а что-то нет. Единственное, этот костюм, который мне понравился. Ну, брюки, блядь. С брюк, с жопой брюки свалились. Единственный костюм, вот этот вот, вообще подошел, вообще идеально просто. И вот эти вот брюки. Все остальное можно прямо вот сейчас в мусорную корзину. Честный обзор. Ну, я, знаете, я склоняюсь к тому, что, ну, блин. Ну, вот, ну, вот смотрите сами. Смотрите сами, думайте сами. Так, вот пять часов, непонятно какая, да, вот какая темнота. Заходишь, все какое-то лицо синее. Ну, короче, мои дорогие, все. Честный обзор. Смотрим, пишем комментарии. Напишите мне, пожалуйста, кто пользовался этой компанией Дом Трик. Какие у вас отзывы? Ссылку на сайт оставлю. Возможно, у вас был более опыт, более удачный, чем у меня. Все, мои дорогие, люблю, целую и обнимаю. Смотрите.